Новые площади совхоза Пригородной позволят увеличить объемы производимых овощей на 20%. Наши продукты будут дешевле и конкурентноспособнее западных. Об этом сегодня громко заявил Владимир Тукмаков. По словам премьер-министра, к марту республика может рассчитывать на дополнительные 500 тонн огурцов и томатов. Максим Васильев о том, как мы готовимся к импортозамещению. Здесь получается 1,3 гитара чистая 1,28. Вносим на 40 кг, получается где-то 512 тонн. Это дополнительный объем продукции. И, фактически, можно говорить, что мы частично замещаем то, что у нас сегодня. А вот где-то 500-600 тонн, это в дополнительной продукции будет. В новых теплицах совхоза Пригородной последние штрихи ремонта. Где-то подкрасить, где-то почистить. Уже завтра на всей этой территории появится огуречная рассада сезона 2015. Томаты уже на месте. Импортозамещение по-нашему, это почти 120 миллионов рублей на техническое переоснащение. Аккуратное обустройство теплиц, бережное отношение к освещению. Здесь даже есть специально подготовленные шмели для опыления. Граждане нашей республики, а продукция совхоза реализуется на всей территории республики, дополнительно на своих прилавках получат свежую продукцию, цены на которую существенно ниже тех продуктов, которые сегодня ввозятся из-за пределов Российской Федерации. То есть, в данном случае, для меня это вселяет определенную надежду, что задачу импортозамещения мы будем решать и делать это достаточно успешно. Стоимость наших овощей должна быть ниже зарубежного товара. Понятно, что цена будет расти, но, по крайней мере, неоправданного повышения, и это Владимир Тукмаков подчеркнул отдельно, правительство Коми не допустит. Задача номер один для руководства совхоза – оптимизировать издержки. И здесь уже знают, с чего начинать. Выход есть. Это, собственно, генерация электроэнергии. То есть, так называемая когенерация. То есть, приобретается специальная установка, которая сжигает газ, вырабатывается электроэнергия, и еще вырабатывается столько же электроэнергии, столько же тепла. То есть, практически под 90% КПД. Это очень эффективно. И тогда решение этой ситуации позволяет производить продукцию круглый год. Возведение массивного овощехранилища примерно на 3,5 тысячи тонн – еще одна совхозная тема, за которой республиканские власти следят особо. После достройки объекта запасаться овощами и молочной продукцией республика сможет впрок на несколько месяцев. Для большей надежности. Максим Васильев, Алексей Прошуков, телеканал Юрген, Сыктывкар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова